Сафик, выходим вместе! Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришни. В мир не видал такого контента, такой харизмы. На 6 миллионов выйдет Крип, осталось совсем чуть-чуть. И со мной сегодня тут Сафик 1234. И Маша, всем привет! Посмотрите, какой у нас крутой дом на колесах. Здесь даже написано у нас, что Маша написано. Трейлер Артема, Сафика и Маши. Да, чтобы все были в курсе, что это наше. Ребята, мы приехали сюда, в этот лес, чтобы собрать много ягод и грибов. Да, у нас вот такое, можно сказать, ну не пикничок, а вот развлечение. Развлечение, да. И чтобы нам было удобно и даже возможно, чтобы мы здесь смогли провести целый нож. Или даже несколько дней мы вот позаботились. Мы вам потом покажем, что там есть, потому что там есть и туалет. И кровати. Да, и даже плита. Вот и чайник даже. Туалет. Да давайте сразу начнем, пока еще солнце не ушло. Соберем ягодки и грибочки. Как раз недавно прошел грибной дождик, может быть выросли грибочечки вы как раз. У нас будет сейчас соревнование. Кто больше наполнит свою корзиночку, как вы видите, соревнование максимально честно, тот и победит. Но надо наполнить либо грибами, либо ягодами. В общем, дарами леса. Поэтому давайте на старт, внимание, Марс, побежали. А я туда. Ребята, сейчас мы будем искать грибы и ягоды с сафиком 1, 2, 3, 4. Пойдемте за мной. Сейчас мы быстренько чуть найдем, обгоним 100% Артема и Машу. Главное, что я предложил эту идею. И я понял, что я немножко ошибся, ребята, потому что грибы начинают расти только в конце лета. А сейчас грибов нет. Приходится надеяться только на ягоды. Мама мне говорила, что этот лес очень ягодный. И здесь множество различных. И клубника есть, и голубика, и земляника, и ежевика. В общем, куча крутых, вкусных ягод. Чтобы найти ягоду, нужно всего лишь смотреть, ребята, себе под ноги. Все просто. Вот мы вот так вот идем и смотрим. Это шишка, это не ягода. Ребята, я тут в елке копалась. Может, под елочник хотела найти, но, к сожалению, есть только подосиновики. В общем, я думаю, что я 100% смогу победить в этой битве. Потому что когда-то я с папой собирала грибочки, и он мне показывал целую полянку. Так что у меня есть навыки. Тут явно ничего нет. Тут тоже. Но, знаете, мы не в том лесу, в котором я с папой ходила. Поэтому тут неизведанное еще пространство. Но я вижу, что тут есть какие-то листочки, похожие на землянику. Во, смотрите, как тут много. Только, похоже, всю землянику уже собрали. Или же она еще не выросла. Точно не помню. Но, видимо, явно тут не мое. Так. Ой, ребята, ну сколько я всего собрал. Вы офигеете. Я уверен, что у ребят просто ничего не получилось. А у меня вот. Посмотрите, целая корзина шишечек. Ну, их же можно кушать. Вот, я офигел. Я когда эту шишечную поляну нашел, я просто в шоке был. Блин, невкусно совсем. Но я уверен, что они съедобные. Вообще, вам по секрету расскажу чуть-чуть про своего братика. Он любит всякие специфичные штуки. Конфеты вот эти лакричные. Я уверен, братику зайдет. Сделает суп какой-нибудь себе. Ай, блин. Гриб. Блин, это, видимо, кора дерева, ребята. Блин, может здесь есть. Где же эти ягоды? Юкорный бабаль. Вообще нету ни одной. Блин. Ребята, я реально не могу никак найти эти ягоды. Вот вообще не вариант. Видимо, я пошел в какой-то не ягодный лес. А Артем с Машей, видимо, в ягодный. Но, ребята, не все так просто. Короче, я подготовился, ребята, к этому походу в лес. И я знал, что мы будем соревноваться. Поэтому я чуть-чуть схитрю. Ребята, когда мы заезжали на заправку, я купил вот такие вот штуки. Я думал, что если мы не найдем, как бы, клубнику, то хотя бы такие ягоды будут. Вот. И сейчас, ребята, я возьму и наполню вот эту корзиночку вот этими ягодками. Я надеюсь, что прокатит. Как бы Артем с Машей вроде городские. Они особо ягоды-то и не видели. Поэтому для них это тоже будут ягоды. Вот, ребята, у меня есть еще три пачки таких. В общем, ребята, высыпаю сюда три пачечки и посмотрим. Надеюсь, что я смогу как минимум занять второе место по ягодам. Потому что у меня лес не ягодный. О, еще. Ну-ка, дайте-ка попробуем одну ягодку. Земляника. Сужите. Вкусно. Все, ребятушки. Я пойду на нашу сходку, вот где мы должны собраться. Ну и если по пути найдется какая-то ягодка, я еще ее добавлю. Я надеюсь, что как минимум... Да нет, я хочу занять первое место, ребята, по ягодам. Потому что я их набрал много. Короче, ладно, я пошел. Ребята, я-то подумала, что ягоды или грибы могут быть наверху дерева, но что-то не получается у меня туда забраться. Только вся искала шматилась. Слушайте, я уже начинаю паниковать. Что-то я ничего не нахожу. Нигде нету никаких ни грибочек, ни ягодок. А если ребята потом меня будут ругать, что я растяпая ничего не собрала? Это же будет вообще ужасно. Слушайте. О, а если мы заполним корзинку подписками? Вот, ребята, новые зрители, которые еще не подписаны на канал, пожалуйста, подпишитесь. И ваши подписки полетят в Эллу-кошко. И тогда она будет полная. И я так ребятам покажу, что они обзавидуются. Мне очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, давайте. Так, о, уже два человека подписалось. Ну-ка, так, смотрите. Мила Шевченко и Кариша. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот они, мои спасители. Ребята, давайте, пожалуйста, еще. Все, чтобы тут было сотни бумажечек, чтобы ребята вообще проиграли мне в этой битве лукошечек. Давайте, пожалуйста, подписывайтесь на канал. А-а-а, как много. Ребята, ну вы такие вообще молодцы. А-а-а. Ох, ха-ха. Посмотрите, у меня целая лукошечка прям. Так, достанем кого-нибудь. Танаян, Артем. Спасибо большое. Следующего давайте достанем. Так, смотрите. Руслан Аманов. И тебе тоже привет. Спасибо, что ты подписался на канал. И вот попал в наше видео. Так, ну еще кого-нибудь. Плотникова. Аиша. Ребята, теперь вы можете тоже попасть в ролик. Так что подписывайтесь. И может, в следующих достанем именно вас. Так что спасибо. Ребята точно обалдеют от такой находки. Но жаль, конечно, что я не нашла ни одной ягодки, ни грибочка. Но это в следующий раз. А пока я пойду на наше место встречи. А это что? Красное что-то. Ха-ха-ха-ха-ха. Во. Вот это да. Посмотрите. Она же красная. Я ее сразу оттуда заметил. И здесь такая коряга. Это какой был ветер, чтобы вот так вот это все снести? Ладно, посмотрите. Здесь написано карта. Возможно, карта сокровищ. Блин. Это офигеть. Это я набрал целую корзину шишек. И еще карту нашел. Так. Вау. Смотрите. Здесь и горы, и скибидин, и какие-то три человечка. Офигеть. Это точно карта сокровищ. Сейчас пойду Маше и братику покажу. Ребята. Ребята. Еще одна шишка. Ребята. Так. И поэтому нельзя кидать всякие спички, химические всякие штуки в лес. А, Софик, а ты что тут делаешь? Я подписчикам объясняю, что нельзя делать в лесу, чтобы уберечь наш красивый русский лес от всякой ерунды. О, ну это ты правильно дал. Потому что бывает, ставят вот костер, ребята, и не тушат. Надо их обязательно. Ребята. Ребята. Так, ты емая, все шишки рассыпал. Я карту нашел. Офигеть. Смотрите, я собирал шишки, чтобы братик смог себе суп сделать. Ты же любишь шишки? Так мы же не за шишками большие. Мы собираем ягоды и грибы. Я собрал больше всех ягод. Вот мои ягоды. Я думал, они тоже съедобные. Ну, из них вообще творение можно делать. Да, и посмотрите, карту нашел. Это, кажется, карта сокровищ. Как это она в лесу-то так оказалась? Это карта с кибидидоп-допа. Тут даже эйфелевая башня есть. Ладно, все, это я карту нашел. Я вам ее потом покажу, и мы ее хорошо изучим. Давайте показывайте, что вы вообще собрали. Давай. Я собрал вот ягод. Почти что целая лукошка. Ага, ты, Маша, чего? А я у подписчиков целая лукошка собрала. Вы посмотрите. Вау. Тут и Кариша Лал ВЛВЛ Лиза Кузьмин. Просто, Саня, привет. Татьяна Матвеева. Слушай, ну крутяк, а я? Ну, я рассыпал только немножко. Я собрал шишки. Я главное попробовал. Так шишки-то это несъедобно. Их есть нельзя. И мы вообще договаривались, что нужно собирать грибы и ягоды. Я собрал больше всех ягод. Я выиграл. Слушай, ну. А дай попробовать. Если арбуз, то это тоже ягода, а шишка, она сверху падает. Че, погодь. Это какая-то не та ягода. Это обычные ягоды. Ну-ка. Вкусные, сладкие, свежие, весенние ягоды. Сафик, ну кажется, ты нас обманываешь. Да хватит есть мои ягоды. Это мармеладки. Это не мармеладки, это настоящие ягоды. Ты обманул нас. Он хотел жульничать. Мне поклал туда мармелад. Ага. Я выиграл. Нет, я выиграла. Маша выиграла. Я вот, например, шишки честно собирал, а ты понабрал этих шоколадок. Капец-то, конечно. Ну ладно, ребят, ну давайте не ссориться. Но собрали мы хоть что-то главное. А, и карту нашли. Давайте лучше ее хорошенько осмотрим. Да-да-да, все, Сафик, не смотри на карту, не буду тебе показывать. Почему? Я только Маше буду показывать, потому что ты нас обмануть хочешь. А почему тут три человечка? Это мы, что ли? Какая разница? Да то, что там три, это не так уж и важно. Вот у Эльфилева башня нужно вот так вот идти и придешь к Скибедедову. Который находится как раз в лесу. Так а мы же найдем его? Мы же с ним закорешились, мы с ним кореша жесткие. Так он, получается, недалеко где-то находится. Да. Можно пройти по этой карте. Так, давайте дрончик запустим и посмотрим. Прям точно. Легко же можно облететь и посмотреть. Мы взяли дрон, давайте дрон запустим и посмотрим. Да, запускаем. Как там дальше? Вот, лечу по дороге и... Наверное, слушай, налево. Ну, не знаю, а там есть дальше, видишь, еще один поворот. Нифига здесь, какие фуры проезжают. Слушайте, а Скибедедов, доп, доп, я съезд, он же богатый. Может быть, это они ему что-нибудь привозят, ему кучу золота. Я слышал, что он очень богатый человек. И видишь, там есть вон дальше какой-то съездик. А здесь какая-то машинка поменьше. Знаешь, похоже, как будто на какой-то этот бизнес, вот этот автобус. А посмотри, может, он там внутри. А может там... Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Ну-ка. Не, не было видно, не было видно, не было видно. Давайте вот там посмотрим, что слева. Здесь много съездов и он может быть где угодно, потому что на этой карте одна дорога. Может, мне надо найти вот это вот дерево лиственное, а не хвойное? Так как, как мы дерево-то найдем? Тут столько деревьев и лиственных, и хвойных. А, слушайте, а может быть, тут же вот именно есть то, что он в лесу обитает, да? Может быть, мы быстро лес попытаемся просканировать на дроне? В принципе, видишь, хвойные, и здесь веток мало, и именно стволы. Да, вот, смотри, тут как раз, вот дорога здесь поворачивает, да? А мы можем сразу вот так, по лесу вот так, вот так вот быстро пролететь, да? И сразу оказаться тут. Голова! Сквозь деревья посмотрим по-быстрому и все найдем. Смотрите, как быстро лес сканируется. А вот, ты видишь, в красной футболке мы его сразу зачекаем. Я нашел какие-то плащи. Смотрите, откуда они здесь? Скибизидоп-доп-доп. Яс, 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 не хочет таких? Не знаю, может быть, это люди оставили грибники какие-нибудь. Это палаточка их. О, да, здесь грибов много. Ну, хоть и мы и не нашли их. Ну, я зато ягоды нашел. Но здесь много шишек. Слушайте, ну я боюсь подлетать к этим плащам прям слишком близко. А это не те плащи, которые были одеты на фанатах Скибидидоп-допа. В прошлом ролике, помните? Ну, это странно, что бы они тут делали? Да не, не, Сафик, ну, если это их плащи, то где сами фанаты? Ну, они же не могли свои плащи оставить. Давай дальше. Более в глубокую чащу залетим. Может быть, дальше подснимем волка или медведя. Аккуратно только, главное, чтобы он не съел наш дро. Дальше последуем. Что это красное? Это Скибидидоп-доп. Да это не Скибидидоп-доп, это какие-то бумажки. И там написано что-то, таблички, наверное. Я сейчас постараюсь очень аккуратно подлететь, вот так вот низко за елочкой попытаюсь спрятаться. Что там написано? Мне просто очень плохо видно. Да может, это очередная реклама, там, песка. Да какая реклама? Поближе, поближе подлети. Да тихо, Сафик, ну а вдруг это приманка? Сейчас мой дрон близко подлетит, и кто-то его хватит, все. Ладно, фиг с ним, спущусь пониже. Вот, теперь хорошо видно. Написано, лучший танцор. А на второй бумажке, которая там снизу... Мы, 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 что-то написано. А мы тебя любим. Но они почему-то в чем-то красном, как будто с этими фанатами случилось что-то плохое. Не, не говори так. Может, это краска просто. И плащи, и плакаты получаются. Нифига, нифига, Сафик, мы нашли карту. Здесь где-то тусуются, скибите, доп, 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 ес, ес, ес. Валялись вещи фанатов, и разбросанные фанаты его в опасности. А он же наш друг, мы должны фанатам помочь. Ты куда побежал? Нам надо расследовать это все. Давайте, ребят, беги, беги, беги. Вот эти плащи. Офигеть, это точно они. Свет такой же, и все остальное. Висят они зачем-то тут на веточках прям. А вы помните, на дроне, где эти таблички были? По-моему, вот там вот. Да, по-моему, там. Пойдемте туда. Тихо, давайте в полуприседе. Потому что вдруг человек, который напал на фанатов скибите, доп, допа, он еще здесь. Может, палкой вооружиться, а? Можно и палкой. А, во-во-во, Маша нашла. Давай, давай быстрее. Офигеть, просто офигеть, ребята. Вы видите, я и не думал, что мы на такое наткнемся. Смотри, здесь кто-то коленом сломал ствол дерева. Не-не-не-не, это точно эти плакаты. Ящик консор, и мы тебя любим. Что же с ними произошло? Слушайте, а может быть, дрон запустим? Ну, чтобы дальше обследовать территорию. Отсюда? Давай. Потому что по лесу перемещаться, поэтому опасно. Сейчас мы стоим, и территория хорошо просматривается, и к нам никто не сможет подойти, окей? Давай, запускаем дрон. Мы летим сейчас с этого леса по-быстрому. Ты сейчас врежешься, стой. Да не врежешься, Сафик, не переживай, сейчас будет все нормально. О, а здесь, смотрите, дорога и трейлер какой-то. Смотрите, трейлер как у нас, офигеть. А может, это наш? А мы его в другом месте оставим. Нет, ну слушай, ну тут же большой сосновый красивый лес. Здесь как бы может быть много разных туристов на домах на колесах. Просто машина прям очень похожа на нашу. Они маршадные все одинаковые. Слушай, ну странно, конечно, но вот не определить. Наша-то вывеска с другой стороны, где вот написано трейлер Сафика, Маша и Артема, тогда сразу ясно, чье, чье и кому принадлежит. А тут нет. Просто если бы это были другие туристы, ну они же, наверное, были бы здесь где-то рядом, а здесь никого нет. Просто машина, которая очень сильно на нашу похожа. Слушай, ну я бы не заглядывал в чужой трейлер в окошке. Люди могли просто тоже уйти, как мы, пойти собирать грибочки, например. Вообще модель, по-моему, даже такая же, прям как наш, реально. Я сейчас с другой стороны облечу там, где у нас табличка висела. И сразу станет понятно, если это наш, то его, видимо, кто-то украв. Если это не наш, то можно будет познакомиться с этими людьми. Вот, как раз, Сафик, спросишь про этот кардан, который стучит постоянно. Облетаем. Вот, вижу какую-то табличку. По-моему, наша. Но не видно, что на ней написано. Еще деревьев столько куча. Подлети, подлети поближе. Здесь уже мелкие ветки, видишь, Сафик? Их гораздо сложнее пролетать. Сейчас облечу. Вот бы дрончик смог сам вот так вот хам и отталкивать ветку. Тракторы есть. Может, он заберет сейчас этот трейлер? Не-не-не, смотри, он проехал мимо, и вроде бы все в порядке. Сейчас спустимся вниз. Сейчас по табличке будет понятно, чей это трейлер. Вот, сейчас узнаем. Поворачиваю. Давай-давай, слушай. Нет, это не наш. Что там написано? Написано трейлер скиби-ди-доп-доп-ес-ес-ес. Да ну! Так это все-таки он. Это получается у него такой же трейлер, как у нас. Он-то не мог наш трейлер украсть? Обалдеть! Блин, мы нашли его, я же говорил, нужно было просто через лес сократить. Значит, мы купили хорошую модельку трейлера, раз у скиби-ди-доп-дос. Какая? А он внутри? Ну, я не знаю, Сафик. Если его нету рядом, скорее всего он там просто чилит или танцы свои тренирует, понял? А может, готовит свою шаверму? Может, готовит это, а он нас накормить сможет? Да, мы же в гости прийти как раз-таки. Трейлер открылся! Вот, смотри, это какое-то странное, это скиби-ди-доп-доп. Это скиби-ди-доп-доп! Ножку подвернул, с костылем ходит. У него какой-то костыль и красные пятна. Он не совсем похож на того, которого мы встречали. Он, по-моему, пошел грибы искать, нет, или ягоды? Может, туда в трейлер его попробуем просочиться и встретить потом, а? Я примерно понял, где его трейлер. Пойдемте к нему и посмотрим. Давайте, а потом мы там сделаем засаду и его встретим. Добрую засаду, если это не странный скиби-ди-доп-доп. Прям точности как у нас. Вот, видите, трейлер скиби-ди-доп-доп. Яс, 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 офигеть. Слушайте, как думаете, долго его ждать надо будет, а? Не знаю. Я бы посмотрел, что у него внутри. Он все-таки наш друг. Я думал, он бы мне разрешил сюда залезть. Ну, я думаю, что пока он там с костылем своим ходит, мы успеем быстренько сюрприз ему тут сделать и осмотреться. Супер. Давайте я тогда нашим подписчикам покажу снаружи все, а вы внутри. Давай, 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 давай. Вау, ничего себе. Слушайте, ребята, ну, во-первых, поговорим про диски. Здесь они 16 дюймов. Марки вот такой, прям как у нас, удивительно. Это решетка кондиционера. Вау. Обалдеть. Вот это дом на колесах, прям настоящий. Да, прям как наш, только разукрашен всячески. Смотри, там плакаты, например, есть. Ага. То ли это его роспись, то ли он росписи собирал. Непонятно. Потому что Скибидидопдоп, ребята, очень известный человек. И он общается тоже с очень популярными личностями. Даже его вот, смотрите, фоточка есть. Да. Или плакат нарисованный. Только странно, что тут все в свечах. Да ладно, я тут для уюта, ты чего? Блин, может он ритуалы какие-то проводит? Да нет, зачем ему проводить ритуалы всякие? Смотри, у него тут даже дискотека есть. Он, видимо, свой Скибидидоп. Это же его шапочка, ребята, прямо тут. Может, у него их несколько, он меняет их иногда. Вообще, звучит, конечно, странно, то, что у него здесь свечи. Как будто он реально какой-то, этот, пироман. Смотри, какая кровать есть. Ну да, у нас же такая же. Да, но это все равно прикольно, я в трейлерах вообще никогда раньше не была. Дальше там интересно что. Вау, лестница. На самом деле, удобно туда наверх забираться. Особенно если, вот, например, зомби-апокалипсис. Видели эти фрагменты в фильмах, когда пчел бежит такой, залезает туда. И зомбаки так вот на него и расшатывают эту штуку. Вообще классно. А здесь мы храним наши велики. Только никому не рассказывайте, у нас с Машей велики нормальные. А у братика моего трехколесный. Он до сих пор не научился ездить, но, пожалуйста, только не пишите об этом в комментариях, чтобы Сафик не знал. А это что такое? Вау, это колба с каким-то красным напитком. Интересно. Знаете, очень сильно похоже на какое-нибудь зелье Экзи, которое мы обычно делаем для своих роликов. Чтобы, например, когда Соник выпил его и стал экзектором. Интересно, откуда оно тут взяться могло? Ладно, положим, где лежало. А теперь идите сюда. Вот там вот, если что, антенна, антенна, чтобы мы с братиком Никелодиум могли смотреть. Ну, всякие мультики. В общем, телек и интернет, это за связь отличается. Вот так вот проходим. Слушай, такие мягкие подушки у него. Подожди. Маша. В смысле Маша? А почему тут мое имя написано? А вот эти подушки, ну-ка, я сейчас спущусь. Подожди, это очень странно, ребята. Смотри, а тут написано Артем, а тут Сафик. В смысле, это три наших подушки? Да, с нашими именами. А откуда у Скибеди Доп-Допа три подушки с нашими именами? Так, погоди. Ну, не может же быть, чтобы это что-то странное сначала. Может быть, Скибеди Доп-Доп просто знал, что мы придем сюда и решил вот такой вот подарок сделать гостеприимный. Слушай, и вообще странно как-то это все звучит. Ну, мы же его друзья, мы же с ним виделись. Он нам шаверму, в общем, готовил. И, видимо, знал, что мы в этом лесу гуляем. И решил нам вот такие вышивки сделать, наверное. Слушай, странные у меня подозрения в голову приходят. Да ладно, Сафик, ты не думай об этом. Вот он у нас целый вагон, ищем. Мы сейчас дальше посмотрим, что там у него в холодильнике, что он ест, интересно. Слушай, давай посмотрю. Давай взглянем. Так, где же у него тут холодильник? Вот же он, Маш, вот он. Ой, погоди, у него тут только одна бутылка молока. О! Молочко. А что, оно красное? Да ты чего, Сафик, оно клубничное просто, наверное. Ну, не знаю, оно прям даже не клубника. Клубника-то, оно такое розоватое. Ну, Скибеди Доп-Доп, он же ходит все время в красных футболочках. Решил себе по цвету все сделать. Может, краситель, может, особенное молоко. Мне кажется, что это краситель. А давай взглянем, что он там кушает. Ну, давай. Шоколадные подушечки. Да, слушай, не может же быть молоко без подушечек. Какая странная коробка. Красная. С дьяволенком с каким-то. О, смотри, тут состав какой-то. Ничего не понятно. Очень странная коробка. Слушай, может, чай заварим, пока ждем его? Мне вообще страшно, тут стоять с этими свечами. Ну, давай потушим для безопасности. Только где у него чаечек? Наверное, в соседней. Так, сейчас. Опа. О, чай, смотри. Прям написано тут. Только упаковка какая-то черная. Очень странная упаковка. Сафик, открой, пожалуйста. Сейчас попробуем. По-моему, он очень старый. О, спасибо. Так, чайочек сейчас попьем. Чайник у него тут даже есть. Пакет тут какой-то. Очень странный чай. Да почему странный? Он пахнет, как чай, который я из Китая привезла. Нормальный чайочек. Смотри, красные лепестки чая. Да это травяной чай, Сафик, обычный. Так, две кружечки. Будешь? Не, я не хочу чай, спасибо. Ну давай, засыпай, подготавливай чай. Я пока что-нибудь этот, в чайник воды налью. Опа, у боковой части автомобиля нет. У Скибидидопа точно такой же трейлер, как у нас. Один в один. Антенна даже такая же. И здесь, кстати, есть один бачок. И здесь вот какашки откачиваются. Такой же, как у нас, но я знаю, чего нету у Скибидидопа в его трейлере. Здесь есть одна у меня нычка с едой. Только не обращайте внимания, что она под вот этими какашками. Фишка вся в том, что Маша с Сафиком обжоры капец какие. Вы, видите ли, они за своей фигурой вообще не следят. Вот все говорят, оверсайз, оверсайз будем носить. Поэтому сейчас. Так, а... Нифига, это получается. Скибидидоп, доп, ес, ес, тоже любят сэндвич с красной рыбой, двойной 160 грамм. И я же его прятал. Но это не наш трейлер. Блин, блинский. Шняга, шняжная жизнь. Так, думай, 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 Артема. Это не наш трейлер. Это трейлер Скибидидопа. Но тогда откуда здесь мой сэндвич? Проголодал, Саш. А это что? Здесь какая-то карточка. Скибиди, доп, доп, ес, ес. Непонятно. С другой стороны, экзи написано. Я ничего не понимаю. Как такое может быть? Ладно, вернем сэндвич на место. Есть. Еще одна зацепка у меня, что может быть только в нашем трейлере. Все, все, Маша, вот чай готов. Спасибо. Он такой красненький. Вообще выглядит немного стремновато. Да это просто ягодный чай, наверняка. Еще и хлопья эти очень странные. И молоко тоже красное. Все выглядит максимально страшно и странно. Да, Сафик, да почему ты так думаешь? Это просто Скибидидоп-доп любит красный свет. Вот даже светит на нас красненьким. Это дискотека, понимаешь, такая его Скибидидопная. Чай его такой вкусный. Вообще не странный, Сафик. Ребята, давайте посмотрим, куда ходит туалет Скибидидоп-доп-доп. Смотрите, здесь у него такая сеточка от комаров. Обалдеть. Окошко, ребята. Мы можем заглянуть в туалет, кстати, с дрона сверху. Но мы не будем этого делать, потому что он наш друг. Вот унитаз. Ну, обычный унитаз в домах на колесах. Вот, ребята, раковина. Смотрите, давайте попробуем воды включить. О, смотрите, прям как дома течет. Поток хороший. А вот, ребята, душевая, где моется Скибидидоп-доп. Вот у него лейка. О, круто, главное не включить. Сафик, иди сюда. Я хотела тебе показать, какие у него тут кресла прикольные. Они тут с ремнями безопасности. И ну, что за кресло? О, смотри, тут можно вот так ехать куда-нибудь в путешествие. Надо их медленно одевать. И даже тут где-то должна быть креплющика. Что, ты будешь эти хлопья есть или нет? Да, давай, почему бы нет? Интересный, конечно, Скибидидоп-доп. У него тут и наши подушки с нашими именами, молоко красное, чайочек, свечки повсюду. О, я думаю, он не обидится, что мы немножко похозяйничали. Ну, конечно, стремный у него дом. Да ничего, он не стремный. Так. Что там? Там не хлопья, там зубы какие-то. В смысле зубы? Покажи. А может, ты не будешь смотреть? Да ну, не может быть, обалдеть. Ребята, смотрите, пять зубов вытащил. Блин, настоящие зубы. Так, может, тогда и молоко было, не просто красным молоком, а кровью? Я не знаю. Слушай, так может, это правда странный какой-то вагон? Я так и знал, я так и знал. Давай тогда выбираться. Давай. Что? Дверь закрыта. Маша, 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 стой, вставай. На ее коробобой, Маша, Маша. Блин, оху, на крышку. И что теперь мне делать? Офигеть. Смотрите, ребят, а каска эта, это же каска Сафика. Просто Сафик, когда за рулем ездит, я всегда переживаю за его безопасность. И говорю, каску нужно одевать. А может быть, это вообще не трейлер? Скибиди доп, доп, ес, ес. А вдруг это он у нас украл трейлер? Офигеть. Подождите. Визитка. Экзи. Сейчас. Да бегом, бегом. Ну что ты там стоишь? Ну давай, 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 давай. Смотрите, трейлер Скибиди доп, 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 ес, ес. Экзи. Офигеть. Подождите. Блин, 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 блин. Это он украл наш трейлер? Захватил его? И это недобрый Скибиди. Это Экзи. Ребят, это Экзи. Открывайте. Сафик, я догадался. Это оказывается наш трейлер. А Скибиди доп, доп, ес. Он недобрый. Это Экзи форма. Да я знаю, я уже понял. Только у нас две проблемы. Первая, это то, что у нас дверь закрыта. А вторая, это то, что Маша напилась какого-то странного красного чая. И теперь она просто спит. Ее ничем не разбудить. Вон как она храпит. Да, нифига она громко храпит. Скибиди доп, 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 ес, 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 ес. Слушай, Сафик, у нас здесь новая проблема. Скибиди доп, ес, 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 едут сюда. Так у нас сзади есть лестница. Ты можешь туда подняться на крышу. Я сяду за руль, и мы уедем отсюда. Все, давай, я прыгаю за руль. Я тебя понял. Блин, блин, блин. Идет. Сафик, казуй. Артем, аккуратно. Ага. Заводимся. Все. Артем, едем. Ага. О, он с кибеди бежит прямо за ним. Блин, главное, чтобы он не сварился. Аккуратно, 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 пожалуйста, держись там. Главное, чтобы он на две ноги не вставал. Он тогда просто упадет, его веткой зацепит. Блин, он бежит прямо за нами, ребята. Я не знаю, что делать. Здесь сложно, здесь газку не подать, потому что дорога не очень. Он сразу свалится, Артем. Я тебе сказал, проваливай. Блин, да ты в натуре псих. А ну, отошел, отошел, я сказал. Вот ты гад. Ребята, это капец. Как от него свалить? Блин, тут так опасно. Я еле стою на этом трейлере. Ах ты, сейчас я тебе... Хочешь? Хочешь это? А ну, да. Блин, я промазал. Блин, капец. Артем что от него, кроссовком запульнул, что ли? Вот это он дает. Ребята, нам никак не оторваться от этого с кибеди допа. Ладно, гоним, 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 гоним. Ну все, капец тебе. У меня здесь есть еще один обед, который я прятал от братика. Это самая вкусная шаверма, ребята. Просто вкуснейшая. А ну, получай. На. А ну, стой. Надо есть стоя, стоять. О, сработало, да. Ребята, я его обманул. Гони, братик, гони. Откуда у него шаверма? Блин, я тогда у него просил шаверму, он не дал. Ну хорошо, хоть в этот случай подвернулся, ребята, хороший. Фух, оторвались. Ладно, едем дальше. Так, Артем, аккуратней. Блин, что с кибеди дом делает прямо перед нами? Блин, что делать? Задняя. Блин, это же машина такая медленная. Я не знаю, что делать. Артем, куда он пошел? Сколько тут веток. Блин, дурацкие ветки. Как же хорошо, что мы оторвались. А почему мы остановились? Эй, Сафик, почему мы встали? Сейчас слезу и сам разберусь. Откуда он-то здесь взялся? Офигеть, кроссовки тут перемещаются. Как там у братика-то дела? Офигеть, скипите дом. Откуда он здесь? Я же туда шаверму кинул, и он отстал. Надо с ним как-то договариваться. Ладно, осталась у меня последняя вкуснятина. Сейчас мы ее предложим в скипиди. Вот она, скипиди. Слушай, у меня есть к тебе предложение. Можешь выслушать? Скипиди дом, ес, ес, ес. Вот, попробуй эту шаверму. Скипиди, ес, ес. Офигеть, ребята. Видите, как он ее ест? Слушай, ну тебе же понравилась шаверма? Скипиди дом, ес, ес. Вот, тогда у меня к тебе такой вопрос. Ты, главное, не обижайся. Если тебе шаверма понравилась, может, ты нас отпустишь? Скипиди дом, ес, ес. Блин, он вырубил Артема. И что теперь делать? Блин, мне вообще деться некуда. Маша? Что? Как она вышла? В руках чай? В смысле, двери, что ли, разблокировались? Или что? Реально разблокировались. О, здравствуйте, мистер Скипиди дом, ес, ес. Давайте согреемся. Скипиди дом, ес, ес. Кажется, план отдал все. Маша, ты как ты вышла? Что вообще происходит? Так, Софик, я это ключ нашла, он у меня в кармане лежал, оказывается. Капец, а как ты его это вырубила-то? Так я поняла, что я упала и спать легла из-за снотворного в чай, вот и налила ему тоже. Блин, ну у нас получается два лежачих теперь, и машина не едет, она сломалась. Как сломалась? А, так без проблем, Софик, сейчас я ее починю, я же инструкцию читала. Давай, сейчас у меня домкратик где-то лежит. О, секундочку, и все будет сделано. Чего? Что вообще происходит? Я ничего не понимаю. Артем, вставай, вставай, давай. Все, нам нужно ехать. Нифига, он меня как вырубил. Офигеть, а что произошло-то? Садись в тачку, я тебе все объясню. Ладно. Так. О, ну, готово. Маш, ну что? Да все готово, можешь проверять. Реально? Починила? Ну-ка. О, завелась. Маша, ты умница. Все, давайте тогда езжаем скорее отсюда. Да, сваливаем, пока этот стебель и топ-топ-топ-топ не проснулся. Ребята, спасибо, что были на этих приключениях на колесах. А пока что тыкай сюда и смотрите эту пулю. Давайте, бегом, ребята, пожалуйста. Если хотите еще приключений наших, то жмите вот сюда. Давай.